Добрый день! Очередной бандаж. На этот раз чуть более сложная версия. 3 бар. Здесь три пластины 3х1, которые связывают элементы на оранжевой стороне, красной и желтой. Сначала кажется, что кубик вращаться не должен. Много чего заблокировано, но на самом деле он вращается, его можно заползать и, соответственно, можно собрать. Но от обычного Фридриха здесь мало что осталось. И принцип сборки здесь уже совершенно другой. Как и в предыдущем бандаже, мы сначала собираем средний слой. На этот раз это будет слой вот этот. Зеленый центр, красный, синий и оранжевый. Белый и желтый у нас будут сверху снизу. Следом мы будем собирать ребра сначала на желтой грани, потом на белый. И последним этапом одновременно будем собирать углы и снизу и сверху. Ну а теперь об этом поподробнее. В перемешанном состоянии кубик выглядит примерно вот так. И начинаем со среднего слоя. Для начала нужно установить оранжевый и красный параллельно, ну и при необходимости выровнять центры. Вот мы видим два синих. Могло быть синий-зеленый. То есть делаем два синих. Здесь два зеленых. И подгоняем нужный центр. Всё интуитивно, никаких сложностей. К примеру, у нас может быть вот так. Опустим сюда. Опустим сюда. Видим здесь два синих совпали. То есть это синий элемент с центром. Этот нет. Можем повернуть вот этот. Либо можем сделать вот так и развернуть центр. Тут уже как удобней и как нравится. Дальше мы собираем ребра. Сначала собираем ребра на желтой стороне. То есть два ребра здесь как бы уже на месте стоят. Если мы их расположим, то вот оранжевая, вот красная. Она заблокирована, никуда переместиться верно не может. Остается сюда желто-зеленое ребро и желто-синее ребро. Как мы это сделаем. Ну, как и в предыдущем мандаже, будем подворачивать вот это место, вставлять сюда ребро и опускать. Но в таком положении у нас кубик не крутится. Поэтому, зная, что вот здесь должно быть желто-синее ребро, мы сместим нижний слой вот в такое положение и подведем сюда желто-синее. Поднимаем место, куда оно должно уйти. Желто-синее сюда подгоняем и опускаем. Если вернуть, то вот у нас получилось. Можно делать это желтым кверху совершенно без разницы. В таком положении сюда должна быть зелено-желтое. Вот так крутиться не будем. Сместим и сюда подводим зелено-желтое. Вот здесь есть. Пока в сторону отодвинем, опустим, вставим и поднимем наверх. Возвращаем. Желтый крест готов. То есть основное отличие от бандажа Тубар, то, что нужно дополнительный ход делать, чтобы вот эти вот пластинки не мешали. Желтая сторона собирается интуитивно. Переходим к белой. Здесь возможны два случая. Повращаем до совпадения. Вот красное на месте, остальные не на месте. Вращаем еще. Красное, зеленое нет. Синее, оранжевое. Это оранжевое и синие у нас стоят правильно. Возьмем правильными ребрами к себе. И чтобы поменять два вот этих ребра местами, я использую следующий алгоритм. Не крутится. Чтобы вращать этот алгоритм, мне потребуется движение R. мешает вот эта планка. Повернем ее вот так. Дополнительный ход. И делаем алгоритм. R2 U, R2 U2, R2 U, R2. Дополнительный ход U. И видим, все ребра встали по местам. То есть алгоритм переставляет два вот этих ребра. На самом деле не только их, еще и углы. Но углы мы будем расставлять в самом конце. Да, и при желании возвращаем желтый крест на место. То есть вот один случай, когда у нас два ребра стоят правильно и располагаются на смежных сторонах. И второй случай, когда правильные ребра стоят напротив друг друга. Нам нужно переставить два вот этих. В обычном Фридрихе нет такого алгоритма, который поменял бы только два вот этих ребра. А углы здесь менять местами у нас затруднительно. Ну, не затрагивая, если нижние. Поэтому я использую алгоритм, который меняет опять же, помимо вот этих двух ребер, еще углы снизу, сверху. Углы нам сейчас не важны. И мы их в самом конце будем все равно переставлять. Как я и не старался, у меня короче 16 ходов алгоритма не вышло. Но зато есть два варианта. Первый – это повторить предыдущий алгоритм два раза, но с небольшим сокращением. R2, U. R2, U2. R2, U. R2. И здесь должен был быть ход U. Потом переставить U2, чтобы два других поменять. Ну, мы вместо этого делаем просто U-штрих. И еще раз. R2, U. R2, U2. R2, U. R2. И здесь в конце получается U2. Вот все ребра стоят по местам. Нижний крест у нас, если мы вернем в исходное положение, все так же собран. Все хорошо. Ну, как-то переместились углы. Ну, и второй способ решения подобной ситуации. То есть, когда нужно переставить два вот этих ребра. Правильный стоит слева и справа. Опять выставляем в такое положение нижний слой. Пять раз делаем комбинацию R2, U. R2, U, R2, U, R2, U, R2, U, R2, U. То есть, пять раз. И что мы видим? У нас все осталось на местах. То есть, оранжевый, как и был, красный, синий, зеленый надо поменять. А для чего же мы это сделали? Для того, чтобы развернулась вот эта планка. Мы видим, что вот эта часть у нас вот так вот перевернулась. Ну, а чтобы развернуть вот эту планку, существует стандартная формула R2, U2, R2, U2. Которая, помимо того, что разворачивает вот эту планку, она меняет местами два вот этих ребра. А это нам как раз и нужно. То есть, и формула, получается, принимает вид R2, U пять раз и R2, U2 трижды повторить. Не очень короткая, но простая для запоминания. Как-то опытным путем у меня получилось до этого дойти. Ну, как ни сокращал, короче, 16 ходов не получилось. Восстанавливаем снизу, сверху кресты. И на этом этап сборки ребер закончен. Все остальные ситуации сводятся к этим. И других алгоритмов здесь не нужно. Для сборки углов мы будем применять стандартные кубоиды алгоритмы. Если нам необходимо отсюда угол переставить вот сюда, мы делаем R2, U штрих, L2, U, R2, U штрих, L2, U. То есть, дважды повторяем нехитрую комбинацию. Но обращаем внимание, что вот этот уголок, белый, синий, красный, который был здесь, он пошел вот сюда. Отсюда желто-зелено-красный угол перешел сюда. А этот уголок, бело-оранжево-синий, перешел вот сюда. То есть, такой трицикл. Отсюда-сюда, отсюда-сюда и отсюда-сюда. И мы этим будем пользоваться, поскольку обычно хватало одного перемещения отсюда, вот сюда, остальные были несущественные. Сейчас мы будем использовать все остальные движения, чтобы эти ходы тоже не пропадали впустую. Ну и зеркальный алгоритм, когда нужно переставить, к примеру, отсюда, вот сюда уголок. Делаем L2, U, R2, U штрих, L2, U, R2, U штрих. Ну и такая же ситуация. Отсюда элемент переставляется сюда, отсюда сюда и отсюда вот сюда. И все это мы будем использовать. Вернемся к нашему бандажу. Здесь можно интуитивно, конечно, выбирать, какие углы куда переставлять, но, как мне кажется, быстрее получается следующим образом. Для начала нужно собрать правильно два белых угла, стоящих рядом. Не по диагонали, а именно рядом. Каких именно, не важно. Находим любой белый уголок снизу. Вот этот, к примеру. Бело-синий-красный. Ну и устанавливаем его наверх. Мы можем, как в обычном кубовиде, совместить вот эти цвета, где противоположные. Если вот эта планка не мешает, то сделать все как обычно. Бело-синий-красный должен пойти между синим и красным ребром. Вот красное, вот синее. То есть вот сюда должен прийти вот этот уголок. Куда пойдет этот, нам пока не важно. Делаем R2, U, L2, U, R2, U, L2, U. Смотрим. Вот появился на месте. Теперь нам нужно поставить либо вот этот уголок, либо вот этот. Любой, какой удобнее. Ну, тут на готове стоит белый, оранжево-синий. Ну, с ним все легко. Давайте какой-нибудь другой. Вот белый, зелено-красный, чтоб через левую сторону. Вот здесь стоит белый, зелено-красный. Ему место вот здесь. Устанавливаем вот так, потому что отсюда уголок идет вот сюда. L2, U, R2, U, L2, U, R2, U. Видим, здесь собралось. Совместим цвета. И два угла стоят на своем месте. И это хорошо. Это была наша цель. Теперь переворачиваем. И держать будем губик таким образом, чтобы перед нами снизу было два неправильно стоящих угла. А два правильно стоящих были сзади. Почему именно так? Мы будем теперь делать тот же самый алгоритм, либо правый, либо левый. И вот эти два будут меняться местами, ну, вот с этим уголком. А два задних, они будут оставаться на месте. Да, и они у нас собраны, они нам не мешаются. И рано или поздно у нас эти уголки соберутся. Начинаем методично собирать углы на желтой стороне. Здесь смотрим, какой у нас первый попавшийся. Желто-зелено-красный. Желто-зелено-красный. Где ему стоять? Ему стоять вот здесь. Но нам, естественно, мешает желтая планка. Нам, естественно, мешает вот эта планка. Поэтому для начала мы повернем нижнюю грань так, чтобы вот эти планки были по бокам и больше не мешали, чтобы к этому не возвращаться. Дальше вспоминаем. Желто-зелено-красный. Где стоять должен? Вот здесь. Вот это место подводим сюда. Тут справа. И здесь справа. Нужно теперь убрать планку. Помним, вот этот угол должен здесь стоять. Делаем setup move. Дополнительные ходы установочные. Поворачиваем планку. Так, чтобы она была вертикально перед нами. Движением M2 опускаем вниз. И возвращаем. Что у нас поменялось? Место как было так и осталось, куда нужно поставить желто-зелено-красный. А вот эти ребра нам сейчас никакого влияния не оказывают. Но зато сверху мы убрали планку. А снизу она не мешает для выполнения алгоритма. Делаем алгоритм. R2 U' L2 U R2 U' L2 U Уголок собрался. Теперь нужно все вернуть. Возвращаем сюда. Возвращаем M2. И совмещаем на всякий случай центры. Чтобы посмотреть, что у нас уже два желтых угла стоят на месте. Это хорошо. Ищем следующий. Нижнюю грань можно на место не возвращать. Но все равно мы уже по этим не ориентируемся. Смотрим исключительно на положение относительно вот этих ребер. Желто-оранжево-зеленый. Желто-оранжево-зеленый должен стоять вот здесь. Ставим вот так. И здесь удачная позиция. Достаточно просто сделать M2. И планка нам уже больше не мешает. Отменять будет легко. R2 U' L2 U Отменяем установочный ход M2. Видим, что уголок встал правильно. Теперь видим. Нам нужен оранжево-синий-желтый уголок. Здесь его нет. Он есть вот здесь. Мы можем, конечно, поставить вот так и сделать наш алгоритм. Но у нас неправильно стоящий угол белый окажется сзади. А нам это не нужно. То есть, если мы выполним алгоритм, мы сломаем вот этот уголок. Поэтому ни в коем случае не вращаем нижнюю грань. И помним, что вот эти два уголка меняются вот с этим. Ну, по трициклу. То есть, здесь в обязательном порядке выполняем алгоритм через левую сторону. Чтобы менялись только вот эти два угла. Подворачиваем вот сюда. Бело-оранжево-синий. И выполняем алгоритм. Проверим. Этот уголок пойдет вот сюда. Бело-оранжево-синий получается вот сюда встанет на место. А этот сместится вот сюда. И все будет хорошо. Но предварительно опять же делаем М2, чтобы планка не мешалась. Л2-У. Р2-У-штрих. Л2-У. Р2-У-штрих. Отменяем М2. Поворачиваем. Собрано. Собрано. Все. Бандажик решен. Самое, наверное, непонятное. Здесь установочные ходы при перестановке углов. Ну и, наверное, не совсем очевидные формулы для перестановки ребер на белом слое. Интуитивно их, конечно, можно было переставить и без всяких формул. Но интуитивно не всегда быстро. На всякий случай покажу еще сборку с объяснениями. Допустим, вот так перемешан кубик. Совмещаем средний слой. Средний слой готов. Ищем желтую грань. Проверяем, что здесь стоит уже. Оранжевый, красный, зеленый. Так, остается доставить сюда только синий. Поворачиваем так, чтобы вращалась вот эта грань. Ищем. Вот у нас желто-синий элемент. Опускаем. Вставляем сюда. Возвращаем. Так. Желтый крест собран. Переворачиваем. Смотрим на белый. Видим, что синий и зеленый уже рядом находятся. Значит, что-то не так. Вот синий и красный. Два ребра рядом. Наш алгоритм переставляет два вот этих ребра. Поэтому правильно стоящие мы расположим перед собой и справа. Неважно, что они не совпадают сейчас по цветам. Главное, что они вот здесь стояли правильно. И относительно друг друга стоят правильно. Располагаем их здесь. И вот эти два ребра у нас переставятся. Не вращаются. Всегда это неожиданно. Подворачиваем. R2, U. R2, U2. R2, U. R2, U. Ну и у нас был доворот. То есть вот. Белый крест тоже собран. Вернем их на всякий случай. Желтый. И остается нам переставить углы. Как и в прошлый раз, начнем с двух белых углов. Здесь не стоит ни одного. Находим. Что у нас? Ставим вертикальную планку. Белый, оранжевый, синий. Куда его поставить? Вот сюда. Я уже не опираюсь на эти цвета. Поскольку все равно на следующем этапе мы не будем на них смотреть. Будем смотреть только на расположение ребер. То есть оранжево-синий между оранжевым и синим. То есть вот сюда. Отсюда встанет вот сюда. Подворачиваем место. И делаем угарит. Так. Один готов. Теперь нужен либо синий-красный, либо зелено-оранжевый. Какой ближе? Вот на зелено-оранжевый ближе. Чтобы лишний раз не вращать вот эту грань. Зелено-оранжевый вот сюда. И вот у нас два белых угла стоят на месте. Переворачиваем. Располагаем их сзади. Но опять перед нами планка. Она не даст вращаться правой-левой грани. Поэтому повернем вот так. Углы расположились теперь справа. Отводим их назад. Чтобы перед собой были два несобранных. Ну и смотрим. Неважно в каком порядке собирать желтые. Поэтому первый удобный. Желто-красно-синий. Желто-красно-синий. Где ему стоять? Ему стоять вот здесь. Располагаем вот здесь. Чтобы отсюда перешел сюда. Планка мешает. Делаем М2. Р2-у-штрих. Л2-у. Р2-у-штрих. Л2-у. И возвращаем М2. Уголок встал правильно. Следующий какой у нас здесь на очереди. Желто-синий-оранжевый. Желто-синий-оранжевый. Ему быть вот здесь. Неудобная ситуация. Но куда деваться. Планка стоит горизонтально. Поэтому перед тем, как сделать М2. Что у нас сейчас не получится. Мы развернем. Делаем М2. И потом повернем. Убедимся, что вот сюда. Желто-синий-оранжевый. Уголок должен встать. И он у нас здесь. Делаем у. М2-у-штрих. Выполняем алгоритм. Р2-у-штрих. Л2-у. Р2-у-штрих. Л2-у. И возвращаем. У нас был у. М2-у-штрих. То есть должно быть у. М2-у-штрих. То есть какие делали установочные ходы. Должны теперь сделать в обратном порядке. Ну, поскольку алгоритм зеркальный, то он просто повторится. Уголок встал на место. Это хорошо. Остается у нас два. Ну, с правой руки делать удобнее. Поэтому сначала все через правую руку делаю. Желто-зелено-красный. Где ему быть? Ему быть вот здесь. Опять та же ситуация, что в предыдущем случае. Планка горизонтально. Делаем. У. М2. У-штрих. Р2-у-штрих. Л2-у. Р2-у-штрих. Л2-у. И, ну, здесь можно было, конечно, сокращать. Р2-у-штрих. Ну, я считаю, лучше понять, что здесь происходит, чем зазубривать алгоритм для каждого случая. Алгоритм D1. R2-у-штрих. L2-у повторяем два раза. Ну, или зеркально с левой стороны. А все остальное – это установочные ходы. Остается у нас желто-зелено-оранжевый. Да, и, похоже, справа-то мы все и доделаем. Проверяем, пойдет ли он сюда. Да, пойдет. Делаем. М2. R2-у-штрих. L2-у. R2-у-штрих. L2-у. Возвращаем М2. И доворачиваем до собранного состояния. Вот такой весьма интересный бандаж. Не очень сложный, но кое на чем мне пришлось подумать, чтобы найти вот это решение. Если кто-то решил данный бандаж оптимальнее, пишите в комментариях. С радостью почитаю. На этом видео по бандажам не закончится. Я планирую сделать их еще много. Ну, по мере того, как буду сам их решать. То есть, теперь вместо этого я на наборе соберу какой-нибудь другой. Решу его, и тогда будет другое видео. А на этом все. Тренируйтесь, и все у вас получится. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok